Всем привет, ребята! Меня там уже раскусили. Да, действительно, мы приехали в Сербию, в западную часть. Это город Лозница. Вот уже неделю... Неделю мы тут живем, да? Неделю мы тут живем, снимаем небольшую квартирку. Я вам потом сделаю обзор по ней. Кстати, интересный такой домик. В нем раньше жили югославские рабочие ткачи из фабрики... Как же она называлась-то? Вискоза. С фабрики Вискоза. Так что мы тут немножко входим, гуляем, обживаемся, смотрим местные пейзажи. Что хотела сказать. Мы уехали из Турции не потому, что Турция какая-то плохая. С самого начала я говорила, что мы не планируем жить долго в Турции. И в Турцию мы поехали только потому, что из России очень сложно куда-то уехать. Из России очень сложно куда-то уехать. И были открыты границы с Турцией. Мы посмотрели, что в Турции достаточно легко приехать пожить, допустим, на длительное время. И мы поехали туда. Но изначально мы планировали именно в Сербию приехать. Мы хотели тут осмотреться и, возможно, остаться здесь насовсем. По погоде могу сказать, что когда мы приехали, было достаточно прохладно. И после турецкой жары я тут немного подмерзла. Но сейчас уже тепло. Плюс 27. Вчера было плюс 21. И пока вроде как нам обещают, что будет тепло и солнечно. У нас здесь такие деревенские пейзажи. Мы снимаем квартиру недалеко от центра лозницы. Но вся лозница, она такая вот небольшая. Не одноэтажная. Я не могу сказать, что тут одни одноэтажные домики. Есть двухэтажные домики. Но в основном это все частные застройки. И что? Это такая дикость, да, почтальон? Да. В основном вся вот эта лозница, она состоит из частных домиков. Со своим каким-то приусадебным участком. Что мне, в принципе, даже нравится. У Сергея тут случился аллергический шок. Мы подумали, что это на березы. Потому что когда мы ехали, мы видели несколько берез. Кто не знает, я уже рассказывала, что у него очень сильная аллергия на пыльцу. Когда пылит береза. Но еще к этому есть очень сильная аллергия на котов. Так вот, мы выяснили, что в квартире, которую мы сняли, проживала дама с кошкой. Это было достаточно давно. И как люди там все чистили, мыли полы. Но кошка это такое животное, которое оставляет везде свои эпители. И в любом случае, если жила кошка в квартире, нужно снимать вообще все. И пылесосить, и мыть, и дезинфицировать диваны. Потому что другой человек, который приедет с аллергией на кошек, он может даже погибнуть от этого. В общем, мы подумали, что это береза. Так как не знали, что там была кошка. И уже хотели паковать чемоданы и ехать обратно. Так как мы тут не сможем жить с аллергией. Это очень тяжело. Но, слава богу, что это была просто кошка. Мы все помыли, все вычистили. И сейчас он хотя бы дышит нормально. Сейчас я вам покажу, какие тут пейзажи. Так, мы живем немножко на возвышенности. И вот каждый день ходим вверх-вниз, вверх-вниз по холмам. Местность такая холмистая. Вот у всех растут розочки. Очень красивые кусты с шиповником. Вот у кого-то... На балкончике такие цветочки стоят. Тоже вот все в цветочках. И вон там тоже балкончик в цветочках. Уже большие яблоки висят. Каждый день ходим. Они прям с каждым днем больше, больше, больше. Очень много елочек, очень много елочек. Еще у них нормальная тема. Вот такой большой дом. Они его делают на два хозяина и с наружной лестницей. То есть, чтобы подняться на второй этаж, нужно выйти на улицу и подняться. Но это не на два хозяина. Это на две семьи они строят для детей. Семьи с ними живут. И в основном все дома сербские, они вот такие. А сейчас уже более современные строят внутреннюю лестницу, когда на одну семью. Но вот более старые дома, они все вот именно вот такие. Тут мне вот очень дворик нравится. Симпатично сделан. Приятный такой. Это вот мы сейчас с горки идем. Вот тоже вот розочки растут. В целом, что я могу сказать по поводу разницы, которую мы ощутили, когда приехали из Турции в Лозницу. Первое, что бросилось в глаза, это при переходе улицы всем пешеходам уступают дорогу. Это прям вот честное слово, дико уже. Мы от этого так отвыкли. А тут... О, береза. Я вам сейчас покажу эту засранку. Растет. У кого-то. Хотя сербская машина стоит, но это тоже могут быть русские люди жить на сербской машине. Там по себе у меня телефон не переключается туда-обратно, поэтому приходится камеру выключать и включать. В общем, первое, что бросилось в глаза, это то, что тебе постоянно уступают дорогу. Ты только идешь к пешеходному переходу, они уже останавливаются и тебя пропускают. Единственный раз, когда нас не пропустили, это был пожилой дедушка в очень дождливую погоду. Шел дождь, возможно, он нас просто даже не видел. Вот. Какой тут куст. Я сейчас задом встану, вам покажу. Смотрите. Какой куст шикарный. А пахнет невероятно. Второе то, что здесь можно купить, конечно, свинину. Здесь она свободно продается. И цена на нее не как в Турции от 1000 рублей за килограмм. В Сербии сербский динар. Здесь один сербский динар равен 75, по-моему, копеек на наши деньги. И свинина стоит где-то 350 рублей. Примерно так. Хорошая вырезка мяса. Стоит 350 рублей. На каждом углу есть вот эти вот мясные магазинчики. Можно там зайти купить. Что еще нам бросилось в глаза? Это дешевый алкоголь. Я не знаю, я рассказывала или нет, но в Турции очень дорогой алкоголь. Очень дорогой. И это связано с акцизами. Там высокие налоги на алкоголь. Поэтому там цены кусаются. 80% стоимости алкоголя в Турции это налог. Здесь это все стоит гораздо дешевле. Но при этом цены на овощи и фрукты, конечно, здесь выше. Сильно выше. И мы понимали, куда мы едем. То, что это не Турция. Что там вот все выращивается, а здесь этого не будет. Так что к этому мы были готовы. Но меня немножко первое время шокировали цены. Так как они в динерах. И там, когда ты живешь в Турции, у тебя там 1 лира, 2 лира стоит. 30 лир стоит сыр, допустим. А сюда ты приходишь, сыр стоит 470 динар, допустим, за килограмм. Ну, это недорого. Но когда ты видишь вот эти вот большие цифры, это пугает. Вот это тоже бросилось в глаза. И еще один такой факт, что здесь нет никаких ограничений вообще. Здесь все свободно ходят, без масок. Маску надо одевать только если ты заходишь в магазин, и то в большой, в мелкую лавку. Можно зайти и без маски. Все кафе, все рестораны открыты. Все магазины работают. Можно ходить и в выходные. Нет ограничений по ночному какому-то времени, как в Турции. Единственное, что рестораны работают до 10 вечера. Это единственное вот такое ограничение. Все свободно передвигаются, все свободно дышат, все свободно гуляют. По-первых, меня это сильно напрягало, потому что 7 месяцев мы ходили все в масках. Мы сидели по домам, нам не разрешали выходить. Но сейчас я уже вроде как расслабилась и чувствую себя покомфортнее. Вот такие вот у нас новости. Так, мы пошли в магазин. Я вам еще немножко сейчас поснимаю. И на этом, в принципе, у меня все. 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 Где-то сидит, свистит. А? И на этом, в принципе. number two. Ну. Не, там, в принципе, я на мисок. Субтитры сделал DimaTorzok